От Луки, и мы будем читать с 11 главы, с 34, даже, наверное, с 33 стиха. Луки 11, 33. Никто, зажегший свечу, не ставит её в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то и всё тело твоё будет светло. И если оно будет худо, то и всё тело твоё будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твоё всё светло и не имеет ни одной тёмной части, то будет светло всё так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать и пришёл и возлёг. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук пред обедом. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность, чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнено хищение и лукавство неразумные. Не то же ли кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Слава Господу! Так мы видим, Христос такие очень, иногда даже кажется, очень такие прямолинейные, резкие слова говорит. Но посмотрите, вот с чего он начинает. Он говорит о том, что светильник ставится на видном месте. Вот всегда, когда мы читаем Евангелие, когда Христос начинает рассказывать такие истории, то про светильник, то про масло, ни в коем случае это речь не идёт о том, как правильно, но он не учит нас, как правильно ставить светильник. Он всегда за всем, за этим есть духовная подоплёка, есть духовный смысл. Вот смотрите, мы с вами люди, вот я верю, что именно так Господь указывает из этой истории, что мы люди, мы с вами, мы светильники. Вот, но по сути по своей, светильник, он может светить только в том случае, если он горит. А гореть он может только по одной причине, если светильник внутри себя имеет масло или топливо, которое с внешней стороны поджигают, и тогда светильник светит. Правильно, да? То есть, какой смысл от керосиновой лампы, что вы её поставили, а в ней нет керосина? Какой смысл? Нет, я вам скажу, смысл есть. Декор. Красиво сейчас, это красиво, если ты поставишь эти лампы. Декор. Вот христианство, оно может быть вот таким декоративным, как декор. Вот я верующий, и такой он приходит, как декор, церковь украшает. Но мы должны ясно понять, что христианин, это не декоративный такое, ну, слово. Христианин должен светить. В нём, а чтобы светить, в нём должно быть масло. А чтобы масло горело, необходимо, чтобы это масло кто-то поджёг, чиркнул спичкой и поджёг. То есть тоже это такая важная вещь. Ты можешь быть светильником, внутри тебя может быть масло, но какой прок от масла, если в твоём светильнике, если нет огня? Да? Ещё одна глубокая мысль. Поэтому вот Христос, Он указывает, Он говорит, что мы с вами должны быть светильниками, и никто не прячет светильник там под кровать, но чтобы видели все. И мы спасены Богом, чтобы явить миру этот свет. И дальше Он говорит, смотрите, Он так поясняет, Он говорит, светильник тела есть глаз. Вот это же удивительное Божье строение. Вы никогда не задумывались над этим? Почему мы видим? Почему вот у нас есть картинка? А всё очень просто. Свет попадает в наш глаз. Если глаза здоровые, то этот свет, глаз передаёт в наш мозг, и мы видим с вами картинку. Если у человека глаза больные, и они не способны пропускать свет в мозг, то человек и не видит картинки. У него всё вот так вот, как ему нужно специальные линзы. Вот я сегодня зашёл, там мужчина один в очках сидел, я ему говорю, вы проходите вперёд, сюда, ну, поближе. А он говорит, нет, у меня зрение, мне отсюда лучше видно. То есть у него проблемы с глазами, он вблизи ничего не видит, ему лучше видно издалека. То есть, понимаете, да? Вот само это уже чудо само по себе. Вот когда мы заходим в темноту, мы вообще ничего не видим, мы стоим с открытыми глазами, мы не видим никакой картинки. Почему? Потому что именно свет является, или как здесь написано, глаза являются светильником. То есть они, пропуская свет, дают импульс в мозг, и мы тогда видим. Если вы откроете книгу Откровения, и там в 3 главе, в 18 стихе, последнее предложение, Господь, Он советует. И Он говорит, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Вот я хочу вот эту мысль, чтобы мы могли понять. Нам необходимо, чтобы наши глаза были здоровыми. И когда мы ищем Господа, который является истинным светом, мы ищем Его лица, мы ищем Божьего присутствия, тогда этот свет через наши духовные глаза проникает внутрь нас, и мы начинаем видеть себя. Ведь посмотрите, как мы видим себя. Мы же, если мы будем честны, мы посмотрим, что мы себя видим в искаженном формате. Мы же думаем, что с нами все хорошо, мы правильные, мы абсолютно... Ну, вот скажи, вот кто не гордый у нас здесь в зале? Есть такие люди? Кто? Поднимите руку, кто считает, что он не гордый? Вы знаете, что человек гордый Царство Божие, они наследуют. Но, тем не менее, такое бывает. То есть, вы так показываете, что вы смиренные, вы не говорите, вы не гордитесь тем, что вы не гордые, показываете, что вы смиренные, да? Хорошо, хорошо. Но очень часто у нас картинка о нас самих, она искаженная. Мы думаем, что мы правильно, жена думает, что она правильная, муж думает, что да нет, я правильный муж, дети тоже. Вот, даже в отношении себе мы не замечаем. И потом, когда вдруг твоя жена тебе говорит, ты знаешь, а ты гордый, и тебе так этот кусок, как ее слова, как укус, такой, знаете, как, ух, больно, как это я гордый, как? А почему она так говорит? Потому что со стороны есть некоторые вещи, со стороны они видны, правда? То есть мы сами себя не видим, у нас искажено. Но со стороны можно увидеть совсем другую картинку. как один человек шел по улице и даже не заметил, что у него нос в извездке был. То есть он где-то, он красил там что-то, делал, и то ли капнула ему извездка, то ли носом потолок зацепил. И идет и не замечает, что у него нос в извездке. Вот так и мы тоже бывает. Мы настолько гордые, это вот это вот наше, вот это высокомерное, ну, мы так по потолку аж носом, жух, он у нас белый, а мы не замечаем, мы думаем, что все нормально. Мы думаем, что с нами, что мы в смирении ходим. И много-много таких других есть вещей в жизни, которые мы не видим внутри себя, не видим. То есть смотрим на себя в зеркало, и мы самые лучшие. А дальше что происходит? Вот когда мы начинаем искать Божьего лица, когда мы начинаем искать Божий свет, вот так, знаете, очень внимательно мы ищем его, мы не так на бегу, знаете, как бы, это очень наш сущий на небесах, так, на бегу мы, мы ищем Бога на бегу, как бы отчитаться перед ним. Но когда мы очень внимательно его ищем, всматриваемся, в Слово Божье вдумываемся, в молитве концентрируемся там, не там, так, что у меня там на работе, да как у меня там надо то приготовить, и в магазин сходить, и Боже, Боже, благослови моих детей, все в кучу смешалось. Но когда мы концентрируем свое внимание на свете, мы внимательно смотрим, тогда через наши духовные глаза этот свет заходит, и внутри нас рисуется картинка о нас самих, какие мы есть на самом деле. И тогда я вижу себя, ой, мама дорогая, а оказывается-то я, вот какой, оказывается, во мне еще столько, и вот это, а я думал. Вот вы понимаете, об этом Христос говорит здесь. Об этом. Он, смотрите, говорит, свет, который в тебе, не есть ли тьма? И дальше, когда мы вот этот Божий свет впускаем внутрь себя, когда мы начинаем видеть себя, когда мы начинаем, ну, каяться, или меняться, или мы понимаем, что мы сделали неправильно, становимся, уже то, о чем Андрей говорил, мы начинаем совершать дела Христа, и мы сами становимся светильниками. Мы начинаем прощать всех подряд. Ну, как бы, мы прощаем, но почему-то вот не всех подряд. Вот легко простить человека там, который там далеко от тебя. Раз ты с ним пересекся, ты его там, ну, и иди с Богом. Я тебя прощаю. И он пошел, и ты больше его не увидишь и забыл. А тот, который постоянно мельтешит перед твоими глазами, он постоянно ходит, туда и сюда, ходит. Вот как? Его так сложно. Так сложно. Это ж надо, ну, сделать шаг, это ж надо, ну, подойти, это ж надо приложить усилия. И это нелегко. И невозможно для человека, если мы не впустим вот этот, Божий свет. И проблема заключается в том, об этом очень часто и очень много говорил Христос, что вы имеете уши, вы не слышите. И мы имеем уши, мы разговариваем с людьми, мы прекрасно слышим, мы смотрим, слушаем радио, телевизор, мы слышим. но Бога во всем этом мы не слышим. Мы не слышим, как Бог через ту или иную ситуацию говорит нам наше сердце. Мы не слышим, не способны, что-то пробка какая-то серная у нас, нам надо что-то, что-то сделать, прочесть. И так же он говорил, и не видите. Вы имеете глаза, но почему-то не видите, не видите себя, не видите вот эту ситуацию через Божий свет. А ведь мы же должны просить Господь, а как ты смотришь на ту или иную ситуацию? Вот я смотрю вот так, а как ты смотришь? Покажи мне, чтобы мне увидеть именно твой взгляд на эту ситуацию. Что ты думаешь? Вот сейчас об этом только и говорят. Пенсионная реформа, да? Пенсия, пенсионная реформа по телевизору, сейчас референдум, что они делают, правительство, надо нам, мы будем до стольки лет работать, мы смотрим так, и лю-лю-лю, и жужу-жу, и везде жужу-жу, такие волнения уже. Я говорю, Господи, ну да, в страну у нас такое приходит, а какой твой взгляд на эту ситуацию? Вот дай мне увидеть, как ты смотришь на эту ситуацию. И раз, сразу, Господь говорит, не оставлю тебя и не покину тебя. Ага! Ищите прежде Царство Божие и правду Его. Не думайте, что есть, что пить, одеться, и во что одеться. Всего этого ищут люди неверующие. Но вы же по-другому мыслите, вы же по-другому думаете. Я ваше упование. Я должен быть вашим упованием. Я ваш обеспечитель. Я ваш целитель. Я тот, который с вами во все дни до скончания века. Ага! Да мне вообще все равно там про эту письмо. В таком состоянии, в таком положении, когда я увидел, увидел другими глазами. Я искал Его, Боже, и Он мне открыл. Какую бы реформу не приняли, правда? Бог сказал, я тебя не оставлю. И ты смотришь, а женщины и мужчины первых веков, евангельских веков, у них же вообще не было пенсии. У женщин не было пенсии. Если ты вдова, все, ты бедная вдова, потому что единственное, мужчина мог содержать ими все, там ни пенсии, ничего не было. Как они жили? Как? Как? Вот, друзья мои, на каждую ситуацию нам нужно взгляд. Не взгляд со стороны, а как ты думаешь, даже, а именно, как Бог смотрит на эту ситуацию. Но чтобы увидеть, наши глаза должны быть здоровыми. Здоровыми. А как портятся глаза, скажите? Почему люди не видят? Вот почему свет Божий в их глаза, их глаза не пропускают свет Божий. Вроде смотришь, ходит церковь, одно и то же. Жизнь не меняется у него. Абсолютно. Вот в одной паре как курил, так курит, как матерится, так матерится, как обижается, так обижался, как ссорится, так ссорится. В одной паре ничего не меняется. Почему? Почему светильник не горит? Почему вот этот светильник как декоративная принадлежность? Что портит зрение? Конечно, самая первая темнота. Когда человек погружается в греховный образ жизни, то он через какое-то время начинает тебе доказывать, Бога нет. Или говорит, человек произошел от обезьяны. Вот для нас это смешно. Это выглядит смешно. А он вам будет доказывать. То есть для него это истина. То есть когда человек находится вот во тьме, его зрение абсолютно атрофируется. Он не то, что не может отличить правое от лево, там про творца увидеть творца и Божью красоту, он вообще про это говорит. Он не видит этого. Я помню, как на рабочих мы проводили собрание, один парень, он употреблял наркотики с 14-ти где-то до 27-ми лет. И вот я шел к дому молитвы, к служению, смотрю, он возле дерева стоит, и так куда-то смотрит. Я думал, ну опять, наверное, укололся, знаете, как наркоманы, что-то смотрят там, галлюцинации. Я думаю, боже, опять, неужели опять? Подхожу, нет, нормально, говорит, привет, Денис, там все, обнялись с ним. Я говорю, а ты что здесь? Он говорит, представляешь, листья зеленые. Я говорю, ну а какие они должны? А он говорит, я все эти годы я этого не видел. Я не видел, что гусеница там ползет по этому листочку. Я, говорит, этого не видел все эти годы. Представляете, у человека открылись глаза. Как чудесен Господь. Представляете, как на ненормального. То есть для нас эти вещи превышены. А когда человек открывается глаза, он начинает нормально видеть все по-другому все. Темнота, она лишает человека вообще зрения. Если человек долго находится в темноте, он перестает видеть. Вот почему много людей, мы им объясняем, говорим, там, рассказываем, нашим родственникам, они ноль, слепые. И им нужно, их нужно привести ко Христу, чтобы Господь им глаза помазал и исцелил их глаза. Тогда они увидят. И так с нами это произошло. Это понятно. А еще, как зрение может испортиться? Вот ты видишь, как зрение? Как? Травма, согласен. Вот я на один глаз вижу плохо, у меня бутылка вот сюда по голове. Когда я был неверующим, да, Алексей тоже, да, мы с тобой, но мы видим, у нас хоть один глаз, да, одним глазом. Ты меня видишь, Алексей? Четко видишь? Я тоже тебя, слава Иисусу. Без очков ходим, вот так. Фокус поймать главное, да, раз и все. Да, травма. Тоже в жизни такое бывает. Бывает, где-то, где-то мы об что-то споткнулись, где-то на что-то внимания не обратили, где-то наша вот гордость привела к тому, что мы упали, произошла какая-то травма и зрение притупилось. Чему-то в жизни позволили быть. Но еще, вы знаете, обычно родители говорят, бабушки, дедушки говорят обычно. Вот я помню, телевизор близко не смотри, да? Близко не смотри, телевизор близко вот так вот, но, то есть понимаете, вот когда мы близко подпускаем мир, а наши глаза, когда мы думаем о мирских вещах и так близко с этим миром, очень редко погружаемся в Божье Слово, в Божью Атмосферу, в Божью Жизнь, не служим Богу, ничего для Бога не делаем. И наше зрение, оно притупляется, мы близко к этому миру, и потом раз-раз, и уже, ты уже не видишь. И этот Божий Свет уже в тебя не проходит, как должен проходить, через твои духовные глаза. Ты не видишь себя, то есть ты считаешь, что я нормальный, я нормальный Христин. Ну какой ты нормальный? Ну как ты можешь говорить, я нормальный Христин, если ты ничего не делаешь для Иисуса? Ну как ты можешь говорить, что ты нормальный? Как ты можешь говорить, если ты в обиде, живешь уже долгое время, и как ты можешь говорить, что все нормально? Если нет критических ситуаций, у тебя матерные слова вылетают из-за твоих уст, Как ты можешь говорить, что все нормально? Ну как? Ну это ненормально же ведь, не в порядке. Вот, друзья мои, пусть Бог нас благословит. Мы с вами спасены Богом для того, чтобы быть светом этому миру, быть светильниками, гореть. Поэтому наполняйтесь маслом и горите для Бога. Горите, светите, горите для Бога, светите для этого мира. Чтобы люди видели вас, видели вашу жизнь и говорят, да, действительно, этот человек непростой. И там непростая церковь, непросто церковь, там что-то особенное у них. Они особенные, их жизнь особенная. И Бог да благословит нас. Аминь, друзья. Итак, давайте мы мазью помажем наши глаза. Как? Вот я не вижу, как. Где взять эту мазь? Мазью помажь глаза. Вот, когда мы читаем Евангелие, мы можем видеть, ну, две истории, по крайней мере, такие похожие, где Христос исцеляет слепого человека. В одном месте он берет, плюет на землю, делает брение, то есть, харчок вот этот на землю, грязь, собирает ее и мажет глаза. Причем делает это даже не один раз, а два. Вот как бы вы отреагировали, если бы я сейчас бы так сказал, так, пху, сейчас. Мы же так обычно, брат Денис, помолись, помажь елеем. А елей чистый, у тебя масло какое? Оливковое, оливковое, чистое, да, давай, машь. А он брал, взял брение. Ну, наверное, хорошо, то он был слепой, не видел, что там. Так, пху, плюнул в глаза. Вы понимаете, вот, это же тоже не просто так. Это тоже не просто так. Потому что исцеление зрения, оно приходит через боль, через неприятные вещи. Вот когда Господь нас обличает, что всем нравится, когда нас Бог обличает, конечно, не нравится. Если ты приучишь себя к этому, если ты поймешь, что Бог, кого любит, того обличает, тогда для тебя это может быть радостью. Но само по себе обличение, оно не радостный момент. Потому что, опять же, ты же думаешь, что с тобой все хорошо. Ты же думаешь, что ты правильный. А тебе говорят, нет, иди домой и покупай цветы жене, и примиряйся с нею, проси у нее прощения. Как? Он думал, что-то у него жена такая кривая, а он правильный. А ему говорят, ты что, бегом беги. Ты виноват в том, что произошло в доме, в семье. Недавно пришла одна женщина не из нашей церкви, верующая не из нашей церкви. Вот моя одна старая знакомая. И мы общаемся с ней, у нее муж. Она говорит, вот муж у меня, вот ничего не хочет делать. Вот лежит себе там, ничего делать не хочет. Ну, работает там где-то этим, сторожем. А я, говорит, кручусь, верчусь, как вот, как это, как, как белка. Я там пытаюсь и зарабатываю, там и бизнес у нас, и все. Я там и то, и все. А вот он, вот ему вот эти вот его 18 и диван. И все. И я, говорит, ну что делать? Я начинаю с ней разговаривать. Я говорю, слушай, а ты мне скажи, а он в чьей квартире живет? Она говорит, в моей. Говорит, у него даже прав нет. Он права даже не хочет себе сделать. Я говорю, а машина чья? Она говорит, моя. Я говорю, а бизнес чей? Она говорит, мой. Я говорю, кошельки у вас разные, да. Говорю, ничего не изменится. Потому что, если бы это была его машина, он бы уже и права бы и возил тебя. Если бы это была его квартира, то уже давно бы он тебе ремонт бы сделал бы такой, что мама дорогая. Если бы это был его бизнес, то тогда бы он бы в этом принимал участие. А у него ничего нет, поэтому он лежит и сторожем, и наслаждается. Но ведь написано же, что у них ребенок общий. Я говорю, написано, двое станут одной плотью. А она как это? Поняла? Я поняла. Ну, конечно, ты, если что, ему говоришь там в ссоре, ты не забывай, в чьей квартире ты живешь. Поэтому он думает, сейчас я ремонт сделаю, а она мне потом, ты не забывай. А зачем мне этот ремонт делать, если я могу отсюда вылететь, если это не моя квартира? Ну, логично для мужика, правда? Я ей говорю, я бы тоже бы не делал, если бы мне моя жена сказала, то и так, да, я бы тоже бы не делал. Зачем она мне? Она говорит, поняла. С чего начать? А у него самой массажный салон, там спа-процедуры всякие. То есть она сама профессиональный массажист. С чего начать? Я ей говорю, начать нужно с того, пойти мужу ноги вымыть и массаж ему после трудового рабочего дня. Она глазал вот так на меня. То есть он там одежурит ночь сторожем, придет, я ему ноги вымыть и массаж. Я говорю, да, вот с этого начать. И сразу же. И она как бы, она говорит, я столько книжек перечитала про брак, про семью, ничего не работает, ну не получается, я и так, и так. Знаете, вот эти психологические, типа христианские книги про брак и семью. А все просто, ну конечно. Я понимаю, как глаза у нее открыли. Приятно ей было это слушать, что оказывается она виновата в том, что, или не только он виноват в том, что происходит в их семье. Ей приятно это было слушать. Она же, она же думала, что она, ух, а муж. А оказывается, вот. Ну не знаю, подождем через год, как она, что она. Ну поняла. Ни разу за всю супружескую жизнь не мыла мужу своему ноги. Массажист профессиональный. Я говорю, ты что? Дай сделай хоть мужу удовольствие такое. Полный массаж общий. Вот, друзья мои, мы должны это понять. И путь выздоровления глаз, просветления наших очей, он не всегда приятный. Но он нужный. Он нужный. Поэтому пусть Господь помажет наши глаза мазью. Мне никогда не нравилось, когда у меня болели глаза, мне мама все время какую-то мазь доставала. Это как она такая, глазная какая-то глицезь. Как? Тетрациклиновая. Вот она мне все время как нам мажет, и я все склеилась, и я как этот, она не трогай, не трогай. Она мне там такими слоями, тройными, эти тетрациклины, я помню, те маленькие. Неприятно было. На улицу не выйдешь. Она говорит, давай, ты же с тетрациклином не выйдешь на улицу. Там пыль, грязь все прилипнет, там вообще все. Но это надо было? Надо было, надо было. Вот пусть Господь «Боже, помажь мои глаза». Не всегда это бывает приятно. Но пусть Божий свет зайдет в нас, покажет нам, какие мы есть, и чтобы мы светили уже. Аминь. Аминь. Встанем на наши ноги, помолимся Господу. Намажем тетрациклином наши глаза. Аллилуйя. Господь наш Небесный Отец. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok